Так, друзья, всем привет! С вами канал Goodwood, Александр Дубовенко. Значит, вы все время ругаетесь на меня, что я сижу в кабинете, покажите нам стройку, покажите нам стройку. Надо, и я решил, а что действительно, почему бы в выходной день не поднять, извиняюсь, пятую точку и приехать на настоящую стройку. И вот мы принимаем сегодня стеновой комплект второго этажа. Это прям серьезная штука. Не падаем, держимся. Бывает ли мат на стройке? Вот эту петлю, ну, пока без тела. Я не знаю, это я не хвалю сейчас, а я просто офигеваюсь от. Туда пошел, нет грибов, оттуда идешь, грибы есть. Меня все время удивляет, я сейчас спрошу у коллег. Вот у них все время на стройке, все время они вешают вот эту петлю. Я захожу и вижу, ну, пока без тела, все время висит петля. Я вот не понимаю, то ли они со строителями так разговаривают, чтобы сразу им объяснять, что будет, если они плохо построят. То ли с клиентом, то ли, я не понимаю. Вот, поэтому я представляю своих коллег. У нас здесь менеджер клиентского отдела, проектировщик, который проектировал это здание, да, и инженер-технодзор, который будет проверять его. И, кстати, не факт, что оно будет принято, да? То есть мы еще посмотрим. Да, Максим, с тебя начнем. Привет. Приветствую. Расскажи, пожалуйста, вообще, что это за объект? Ты его спроектировал или не ты? Это мой проект. Ну, это объект называется SP-225, наш стандартный проект. Но, как все стандартные проекты, у них есть новые наши фишки, которые мы во время работы придумываем. Это, например, подрезка под 45 градусов, это консоли. Расскажи, пожалуйста, какие тут фишки еще есть. Давай начнем тогда со шпилек, да? То есть многие спрашивают, нужно шпильки, не нужно. Вот как мы их ставим или не ставим, как мы? Шпильки нужны, но не везде. То есть на прогонах мы ставим обязательно шпильки, тоже делаем сверление на производстве. Это нам позволяет более четко, более ровно сделать, более вертикально сделать сверление. Так, а сверху у нас... Усовая гайка. Усовая гайка. Надо обязательно ее показать. Вот, кстати, нам дают как раз усовую гайку. Крыльчатую. Да, крыльчатую, да? Ну, она... Значит, эта штука очень классная. Вот, смотрите, как она выглядит. Основная идея такая. Снизу шпилька, она остается обслуживаемой, да? То есть мы можем ее подкручивать. И сверху она должна... Как сказать, если бы там просто была гайка, да? То ее надо было бы придерживать чем-то, да? Да. Чтобы она не прокручивала. Ну, это понятная история. А здесь мы забиваем ее в тело дерева, и все, и она спокойно. Там остается зазорчик небольшой, да, чтобы... Все верно. Да, все верно. Еще одна из наших фишек, это у нас внутри дома используют оцинкованные шпильки, а снаружи нержавейка. Нержавейка, вот это очень важно, да. Причем это важно будет через 5-10 лет. Да. Вот это очень важно, чтобы были разные виды шпилек на разных местах. И теперь насчет домкрата расскажи. Домкраты у нас, они являются компенсаторами усадки. Они у нас являются оцинкованными, и они делаются на заказ. По нашим чертежам у нас есть выход на металлообработку, которые по нашим чертежам могут изготовить любые изделия. Вот, кстати, я вижу Т-образную опору. Можете, пожалуйста, принести? Это тоже, в принципе, заказное изделие и наши узлы. И вот хорошо, что не успели установить, иначе бы мы ее не смогли показать. Это вот как раз в этот паз будет вставляться вот эта штука, да? Вот, видите? И она будет скрыта. Да, то есть это обычно как бывает, значит, на такой, ну, сваривают что-то. Ну, вот, здесь видно, что это прям такая серьезная штука. Вот, то есть это тоже изделие, которое делается на заказ. Достаточно тяжелое, килограмм, я не знаю сколько. Оцинкованное. Килограмм 5, может, или? Ну, да, даже. Похоже. Да, да. 5 килограмм вот это весит. Вот, и дальше расскажи, пожалуйста, как мы это применяем, и как вообще. Получается, мы под Т-образную опору у нас в ригеле фрезеруется паз. Фрезеруется только сверху, чтобы снизу было видно только дерево. Да, мы вот сейчас покажем, как это получается. В риге, к прогону крепится на глухари, на шурупы. Да, и тут делается выборка под это, да? Да, да, специально на заводе сделали выборку. И в самом ригеле сверлится отверстие и закручивается шпилькой 12. А как мы их, кстати, сверлим? Там какой-то кондуктор есть, чтобы или они... Нет, это обычным сверлом. Нет, я имею в виду, размечают они. А, ну, они прям берут, прикладывают. Прикладывают. Ага. Вот, и получается, вот потом вот так вот прикручивается, да? Ага. Да, и балка одевается. Точнее, она снизу, как бы, получается. Да. Подводится снизу. Подводится снизу. Так, ну, фишка на балконе у нас заключается в том, то, что раньше мы делали, крепили параллельно цифровым осям. Ага. Вот, сейчас же мы их крепим перпендикулярно. Ну, перпендикулярно балкона мы крепили, а теперь вдоль балкона. Да, вдоль балкона. Ага, и что нам это дает? Минусы у нас какие были? Это то, что мы использовали очень много башмаков или саморезов, крепили к брусу, и это было неудобно. Сейчас же мы их впустили вдоль балкона. То есть, это все выглядит снизу очень даже презентабельно. Да, и тут я смотрю, такие мощные, это даже немножко не только силовой, а архитектурный элемент, да, вот эти вот... Консоли. Да, консоли с этими, с подкосами. Да. А потом еще фишка, то, что мы убрали перерубы, подрезали на производстве. Это вот. Ага. То есть, снизу тоже их не видно. Ага. Их не видно. Не падаем. Да, не падаем, держимся. Все, сейчас вы ловите вдвоем или улетим туда, блядь. Да, ну вы просто... Я то вот начинаю думать, что лучше, отпустить тебя одного или попытаться поймать, но есть риск... Нет, пять лет назад вы взяли на себя ответственность за всех своих подчиненных. Да, но вдвоем полететь тоже, блядь. Ну да. Так. Вот, потом еще фишка у нас, мы вырезаем на производстве, делаем выборки под стропил, то есть строителям ничего не составляет труда, просто приехать, накидать стропила. А где мы их... Ну, это надо, да, подходи, давайте. А, это снаружи, да? Да, снаружи. А, да, отлично. Это вот они. Ага. Это улучшило строителям жизнь и ускорило на один рабочий день. Ну и плюс точность. Да. Для клиентов. Все верно. Дело в том, что, ну, тут очень много действительно тонкостей, которые, конечно, ну, сразу непонятны и не видны. И здесь же, кстати, вот то, что я рассказывал когда-то, вот это, то, что мы используем профиль, не ножи, да, вот эти профильные, которые плюс-минус, а мы используем фрезы с твердосплавными. Я показывал одно из прошлых передач. И позволяет вот соединить просто идеально. То есть ты видишь, да? Все верно, да. То есть просто, ну, я не знаю, это я не хвалю сейчас, а я просто офигеваю сам. Как мы добились вот такого, да, то есть, что просто вот здесь даже миллиметра нет даже. Да, все верно. Да, то есть это вот потом подснимите. Все верно. Огонь. Еще одна наша фишка, это мы используем, где нам необходимо, то есть у нас фронтон, этот ненагруженный. Чтобы у нас в режиме эксплуатации, в процессе эксплуатации не появились щели, мы используем узлы сила. Ага. Это глухарь с пружиной. Потом при приемке наш инженер технадзора проверяет их металлоискатель в соответствии с проектом. Значит, смотрите, мы на самом деле, то, что я сейчас скажу, сказал мне Максим, но мы с него уже сняли петличку, понимаете? Поэтому я теперь скажу, как будто это я сам знаю. Вот, смотрите, первое написано, не видовое, не вид. Значит, это очень важно. Вот балка, она имеет разные поверхности. Есть поверхности видовые, и они подвергаются ремонту, подбираются ламели, ну, чтобы было идеальное визуальное качество. А есть зоны невидимые, соответственно, чтобы балку правильной стороной поставили, подписывают на производство. Это вот такие вот много-много-много таких мелочей. Это наверняка там, может быть, пять лет назад не делали, сейчас делаем. Следующий момент. Тоже сказал Максим мне. На столбе, да? Снята фаска вот здесь. То есть, где-то миллиметра три, наверное, под 45 градусов или закругленная, не знаю. Вот, значит, санята фаска. Потому что, если просто обработать, прострогать столб с двух сторон, вот так, она будет очень острая. Во-первых, можно пораниться и неприятно дотрагиваться. А здесь он такой, немножко закругленный. Внешне то же самое, но на ощупь намного приятнее. Так, ну, расскажи, пожалуйста, что это за дом, какой это проект. Так, это у нас проект КД-25, комбинированный дом, который состоит, первый этаж из керамического блока, паратерм, термо 38-й, и второй этаж из клееного бруса. Какой толщина здесь бруса? 200 на 185. А, 200 с ширина? Ширина 200 на 185. Ну, это самый стандарт для Московской области, да? Потому что 200 часто применяется. Были ли какие-то здесь изменения в проекте? Кардинальных изменений здесь не было. В основном, типовой дом акционный. А КД-25. Это, получается, самый популярный дом. У нас была, когда в том феврале акция, купили 65 домов. И, видимо, Никольское это не обошло. Скажи, пожалуйста, принимается этап. Дом стоит дофига денег. Сколько он стоит, кстати? Миллион три? 3,740 начальная цена. Да, 3,740. Там какие-то опции, наверное, были еще чуть-чуть. Ну, там небольшие изменения. Здесь практически цена не изменилась. Хорошо, ну, 4 миллиона будем считать, да, он стоит? Именно так. Это тепловой контур только. Да. То есть большие деньги, я уверен, для заказчика, да? Солидные. И почему он, на твой взгляд, не приезжает на приемку? Потому что доверяют... Что не волнует, что там... Ну, обычно у заказчика возникают сомнения на самом начальном этапе. Периодичный выезд, когда состоится, когда фундамент, какие-то есть сомнения, все. Когда он увидит дальнейшее строительство, он уже уверен в компании и доверяет нам полностью. И уже не переживает. Да, но он все отчеты увидит. Конечно, все это в личном кабинете отражается. Мы постоянно на связи, какие-то вопросы мы решаем оперативно. Если что-то нужно, мы так же встречаемся, общаемся. Как ты думаешь, мы примем его или нет? Сейчас мы с инженером технадзора. С какой процент примерно принимается, с какой нет? Ну, процентов 70, что мы примем. С первого раза, да? Так, пора на это или поздно примем? Примем не сегодня. Конечно, я не сомневаюсь в этом. Ну, посмотрим. Так, ну, хорошо, спасибо тебе. Давай, удачи. И мы сейчас поговорим с инженером технадзора подробно. Так, смотрите, значит, на самом деле, чем дальше-дальше-дальше развиваем мы этот продукт, тем больше троительство превращается в сборку. То есть все больше и больше и больше элементов, всякие обработки. Пила почти не используется, просто элементы соединяются между собой. В частности, вот эта выборка в брусье под прогоны, под лаги, элементы всякие под Т-образные элементы, вот под стропила выборка и так далее. Все больше и больше и больше, и это все напоминает сборку. Сейчас, кстати, я вам хочу показать две вещи, которые мы называем... У нас есть... Я сейчас принесу. Строительный сленг. Это самая простая деталь, самая простая деталь, которая может быть. Называется она гантель. Гантеля у нас, видите, то есть она весит, не знаю, сколько, килограмм десять, наверное. Значит, коротыш, да. То есть, в принципе, вот здесь мы видим эти... Вот гантеля. Вот, ну, в принципе, тоже гантеля, но в данном случае не совсем, потому что тут еще все-таки размер под окном может чуть больше быть. Вот гантеля у нас установлены. Вот, для чего они вообще нужны? Ну, во-первых, для жесткости, потому что если стена только имеет элементы в одной плоскости, она может уже чуть-чуть ходить. А второе, здесь идет стыковка вот этих стеновых элементов, потому что там идет в разбежку, то вот в той гантели стыкуются, то в этой, то в той, то в этой. То есть вот так в шахматном порядке. Вот, значит, что здесь можно увидеть из этих двух? Во-первых, посмотреть качество профиля. То есть, ну, я вот в предыдущей передаче показывал, как вот, насколько точно соединяется вот этот профиль и как мы это достигаем. Ну, и в целом посмотреть, как вот они, собственно, соединяются. Здесь такая, достаточно хитрый замок. Сейчас, подожди. Правильно? Да. Вот они соединяются. И тут тоже особенность у нас, что у нас зазор в чашке 0,4 миллиметра. Это очень мало. И тут практически идеальное примыкание происходит. Вот. Почему другие так не делают, заводы? Потому что такое производство, оно очень критически опасно в плане скорости сборки. То есть на многих заводах сначала изготавливают домокомплект, и заказчику его сдают, и он может по каким-то причинам не строиться. Фундамент не готов, что-то там не оплачено, еще что-то. И он может месяц, допустим, пролежать. Наш домокомплект невозможно собрать через месяц. То есть будет плохо заходить пазы, плохо заходить чашки. Потому что зазора практически нет. То есть вот как только мы собрали дом, мы сразу должны его построить. Ну а теперь представляю вам инженера технадзора. Один из опытнейших наших сотрудников. Сколько работаете в компании? С девятого года. С девятого года. Это сколько у нас лет? Не считал. Поэтому и говорю, что с девятого года. Да, девять лет, да. Вот, значит, стеновых комплектов, я думаю, вы приняли, я не знаю, даже сколько. Больше, чем работаю. Много сотен стеновых комплектов. И, пожалуйста, можете рассказать вообще, как вот, честно говоря, вот я, допустим, ну такой, хоть и не совсем уже дилетант, но я прохожу, мне все нравится. А здесь же наверняка есть какие-то ошибки, могут быть, да? Вот давайте скажите, как вообще. У вас просто визуально, да, красиво, беленько, все чистенько, нормально. Да, да, ведь надо же... Ну это мы руководствуемся, в первую очередь, выполнением проекта. Ага. Вот. То, что конструкторы отразили в проекте, мы должны это все проверить. Проверку начинаем именно с наличия и заполнения, прорабом ли, или аттестованным бригадиром чек-листа. Чек-лист, это как напоминалочки такие, он все равно основан на пунктах проекта. Вот, чтобы, для чего это сделано? Для того, чтобы тот, кто сдает, знал определенные пункты, по каким он сдает, и тот, кто принимает, то бишь я именно эти пункты и проверял. Чтобы не было разночтений, хотя главенствует здесь все равно роль проекта. Да, это, кстати, очень важно, потому что любая проверка, да, она может быть немножко субъективной, нравится, не нравится, да, а тот, кто сдает работу, точно знает, по каким пунктам его будут проверять. Именно так. Да, и, соответственно, любая претензия к работе может просто стоять в несоответствии какого-то пункта. То есть, фактически другие претензии вы не можете предъявить, кроме тех, которые прописаны на чек-лист. Нет, мы можем предъявить, понимаете, мы можем предъявить, может сделано по узлу, но визуально это не нравится, но эстетически не проходит. Мы можем попросить это исправить, даже потребовать это исправить, потому что мы работаем для заказчика. Вот если не нравится мне, значит не нравится и заказчику Тем более вы же сказали, что опыт-то уже большой Ну и собственно на это и работаем Стеновой комплект, значит первый пункт Горизонтальные и вертикальные зазоры Сразу поясняю, вот это межвенцовый горизонтальный зазор Видите плотненько все сделано Соответственно вы каждое проходите, да? Конечно, конечно Каждое фотографируете Да, ну фотографируем может не каждое, но проверяем каждое Вот вертикальный зазор, видите в чашечке, который вот Здесь тоже допустимые нормы, допустим, до двух миллиметров Здесь также допуск есть Но здесь у нас, видите, все плотненько, все опрятненько Наличие шпилек, нагелей, труб, узлы силы Шпильки, нагели Узлы силы у нас вот здесь, да? Да, да, нагели у нас, они идут в шахматном порядке Установлены по всему зданию, согласно схеме развертки Вот, ну здесь можно увидеть, вот здесь вот промежуточные Там есть установка нагелей А, узел силы у нас вот здесь, да? Узел силы, да, они бывают открытые, если это бывает, видно, когда сверху их ставят Но в основном они закрыты, и поэтому у нас есть металлоискателли, которыми мы прозваниваем наличие их Вот, вертикальный стен, дверные и оконные проемы, вертикальность Это тоже мы будем проверять отвесиком У нас допустимое отклонение сколько? 6 на высоту всего здания и 4 на этаж 4 миллиметра на этаж, 6 на высоту всего здания Да Вот, качество бруса, лаги, балки, сучки и сколы Ну это проверяем тоже визуально С этого, кстати, начинается осмотр Вот с этого начинается осмотр, проходим, смотрим, нет ли каких повреждений, там, сколов и прочих Ну и дальше в процессе, когда, допустим, опускается отвес А не опускает, а я по бокам смотрю Вот, нет ли в этом месте, это локально, когда общий проверяешь, это можно проскочить Ну как грибы собираешь Туда пошел, нет грибов, оттуда идешь, грибы есть Ну так же и здесь примерно Вот, так же, если можно вот так по часовой пройти, не увидел, против часовой пойдешь Увидишь Количество половых лаг, все считается Вот, на балконах, внизу, на террасах и крыльцах Вот Чистота бруса Да, вот смотрите, у нас брус нигде не испачкан Гомыть не было, помарок были Они очищают это перед нашей проверкой Уровень межэтажных перекрытий Вот здесь уровень, конечно, ну здесь уже не с паратерм вверх идет Здесь он как бы в одном уровне Вот, ну и когда двухэтажный дом из бруса Тогда идет врезка, здесь тоже отмечено в проекте и это проверяется Интересно, есть пункт мусор, то есть еще технодзор обязательно смотрит Не захламлен ли участок Конечно Такие вещи, а также оценивается в целом культура производства Да, да, и там И, кстати, еще вспомнил в другом передаче Расскажи фишку Просите бригадир или прораба что-то показать в проекте Да, вот покажи вот это, где это Если он хорошо ориентируется в нем, да, то есть сразу вы начинаете понимать для себя Насколько часто он туда залезал Ну это да, и насколько он внимателен, да Это еще дело в том, что он может перепоручать, как бы, или передоверять Да, да Там, Вася, сделай, а потом, когда находишь ашисту Ох, Вася, пипи-пи-пи Вот, и это, ну, ответственность это не снимает Поэтому и проверяешь, а вот какой размер, вот по осям, отсюда до сюда Начинает рыться И главное дело, если он сразу находит это дело, то и как бы веришь Да Вот, а если не находит, значит, ага Следующий контрольный вопрос Следующий контрольный вопрос А сказать, Паша, бывает ли мат на стройке? Вообще, я не приветствую Ну, если честно, я не кривлю душой Ну, очень редко, да Ну, вообще, ребята культурные и стараются Может, может, при нас не позволяют себе этого Вот, такого, что вот как вот приехал и там Через слово Запикывает, нет, такого нет Слава Богу, конечно Ну, хорошо Ну, да Культура в этом отношении на высоте Ну, отлично Так, ну что ж, приступайте к приемке Друзья, спасибо, что досмотрели до конца Я бы вам хотел похвастаться Вот обычно блогеры Такие специфичные люди Они целыми днями Своё время тратят на съемку блога Это у них главное дело У меня обратная история Мы сейчас стараемся ничего не снимать Ничего не снимать Почему? Потому что вот сейчас у нас Февраль 20 февраля Нет, 15 февраля И у нас на текущий момент До 1 мая всё отснято То есть есть прям график выпусков Всё отснято И более того Мы Когда можно не снимать, мы не снимаем То есть фактически Вот как и в этот раз Мне надо съездить на объект На приемку Я говорю, ребят, давайте с камерой Быстро поговорили, быстро всё сняли Вот Поэтому Ну и хотелось бы узнать, конечно, ваше мнение Стоит ли мне Делать ли подобные выпуски Приезжать ли на объект Общаться ли с конструкторами Вот какие-то эти тонкости Интересны ли они вам Как вот это всё устроено Какие-то зубчики Пазики Как что вставляется И как развивается продукт В нашей компании Или лучше снимать всё готовое Как красиво там в этом во всём жить Напишите в комментариях Что бы вы вообще хотели увидеть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...